Всем здравствуйте! Хочу сегодня проверить, что у меня происходит в моем уле, даже не совсем в уле, а в магазине. Три дня назад я убрала разделительную сетку и, на мой взгляд, в магазине было очень мало пчелы. Сейчас посмотрим, что у нас сейчас на сегодняшний момент происходит, потому что уверенности, что нужно ставить разделительную сетку, у меня нет. А ответов на мои вопросы я не могу найти у пчеловодов. О, вот это да! И насколько у меня все поменялось. Сейчас я вам открою и посмотрю. Вот, пожалуйста. А сейчас идет основной медосбор. И вот эта сетка, она просто не давала. Она просто не давала. Понимаете? И вот, что сейчас происходит. Посмотрите, что у меня. Сколько здесь пчеловек. И работа прям закипела. Прям пошла работа. Да. Ну, сейчас мы еще вытащим рамочки и посмотрим, что там внутри происходит. Разница, конечно, существенная. Разница, конечно, существенная. Я чувствую, что я очень много времени потеряла на том, что сидела я с этой сеткой. Не я сидела, а пчелы мои сидели. Ну, давайте смотреть. Вот это у меня была пустая рамка, однозначно. Да, и на ней вообще пчелы не было. Но теперь... А теперь даже вот прям очень хорошо. Тут вот все хорошо с пчелой. По крайней мере, пчела появилась. Так, пока мы временно вот так положим. Смотрим, что у нас тут происходит дальше. А происходит у нас все замечательно. У нас просто пошла работа. Такая, какая она должна быть. Все хорошо, но... Все-таки я так думаю, что у пчеловодов есть свои секреты, которые они не всегда выдают. Почему-то непонятно. Для чего? Для чего они говорят, что нужна сетка, я понять не могу. Матка у меня сюда и не собирается подниматься. Ей все замечательно, у нее все замечательно внизу. И оттягивать очень хорошо начали. И пчелы много. Так что работа действительно началась. То, что было, это была, конечно, не работа. Вот они молодцы. Такие хорошие эти. Оттянули рамки. У меня рамки даже оттянутых не было. Пчела просто не шла сюда. Просто не шла. Ей было неинтересно. Да. А сейчас все хорошо. А сейчас все хорошо. Да. Такая картина мне нравится больше. Так. Дальше. Ну, вот это уже... Это уже прям вообще замечательно. Да. Надеюсь... Так. Надеюсь, что вам видно. Тихонечку специально опускаю. Чтобы все видели. Что тут происходит. Так. Так. Ребята. Ребята. Угу. Угу. Мне эта пчела очень нравится. Если бы еще понимать, как... Какая-то у меня пчела. Они прям такие, прям, можно сказать, ручные. Прям, можно сказать, ручные. Добрые. Пчелы добрые. Так. Сейчас. Я ведь с ними работаю без дымаря. И они, в принципе, не против, что я тут с ними работаю. Это мы уже смотрели. Это мы уже смотрели, да? Совсем все другое. Даже рамки тяжелые. Вот, пожалуйста, казалось бы, три дня. А до этого просто была тишина. Неделю я упустила. В связи с этим. Количество пчелы. Значительное преимущество. Если нет сетки. Вот, пожалуйста. Вот, осваивают очень хорошо. Вообще были пустые. Вообще она просто была. А сейчас прям хорошо так наращивают. Дружненько. Молодцы. Работают. Взялись за работу. Все их устраивает. И их, и меня тоже. Все хорошо. Ну, прям, посмотрите. Прям душа радуется смотреть на это. На это дело. Прям вообще красота. Дальше нет смысла смотреть. Работы у них много. По крайней мере, работа пошла. Да. Лезу вечером. Для начинающих пчеловодов, таких же, как и я, ребят, нужно лезть вечером. Для того, чтобы не было напада у вас. Если полезть днем, когда летная пчела в основном летает, то можете напасть, попасть на воровок, которые также прилетят к вам и будут объедать ваших пчелок. Если у вас не очень сильная семья, то, конечно, им справиться будет тяжело с прилетевшими пчелами. Поэтому это я уже проходила. Поэтому желательно лазить ближе к вечеру в хорошую погоду. Все. Спасибо. Всем спасибо. Я доволен то, что я увидела. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok